Я хочу посоветоваться, надо ли удалять негативные комментарии. Сертификат на 5000 в Икею. Жирная, там некрасивая, тупая, неприятная. Кому-то нравится арбуз, а кому-то свиной хрящик. Банить или не банить? Хотите ли вы увидеть линейку интервью с предпринимателями на канале «Непринято обсуждать»? Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Чебыкина, и вы на моем авторском канале «Непринято обсуждать». «Непринято обсуждать» — это интервью для тех, кто соскучился по искренности. В этом, в наступившем 2019 году, это мой первый личный блог, и он экстренный. Посоветовавшись с командой, мы решили его сделать, потому что нам нужно с вами посоветоваться. За 10 дней новогодних каникул нас с вами стало на 10 тысяч больше. Соответственно, это значит много новых людей. И, вероятно, нужно еще раз познакомиться, мне представиться, кое-что о себе порассказывать. И вторая причина. На самом деле, не буду от вас скрывать более веское. За эти праздники несколько из наших интервью продемонстрировали лавинообразный рост, было очень много отклика и очень много так называемых «залетных» зрителей. И, как показывают комментарии, они были не подготовлены к той степени открытости и эмоциональности, которую я обычно демонстрирую в беседах с нашими гостями. Короче, прилетела целая гора негативных комментариев. И с вами, дорогие друзья, те, кто подписаны, те, кто являются нашими постоянными зрителями, с кем мы активно вступаем в коммуникацию, я хочу посоветоваться насчет этого краеугольного вопроса. Надо ли удалять негативные комментарии? Я расскажу, чем он вызван. Целый ряд популярнейших людей, как на уровне Российской Федерации, так и мировых звезд, которые выражают принципиальную позицию, они просто удаляют весь негатив. На самом деле, ничего никогда не убирали. Принципиальную позицию имеет редактор нашего канала Мария, которая считает, что любая обратная связь – это обратная связь. И вам, сторожилам Ютьюба, известно, что, в принципе, количество комментариев, лайков или дизлайков так или иначе поднимает вовлеченность. И, конечно, это не обращали никакого внимания, все оставляли. Чтобы вам было интереснее, поделюсь нашими наблюдениями о классификации того негатива, который прилетает в комментариях. Ну, все сообщения о том, что я жирная, некрасивая, тупая, неприятная – это все принимается без проблем, потому что это абсолютно субъективно. Кому-то нравится арбуз, а кому-то – свиной хрячек. Но отдельно я бы хотела сказать про категорию комментариев, где пишут о моей излишней, на взгляд зрителей, жестикуляции. Есть такое выражение в одном из моих любимых фильмов легкого жанра – «Дневник Бриджит Джонс», когда она говорила про Марка Дарси, будто бы у него корнишон задницы. Понятно, что это образное выражение, но если попытаться вынуть этот корнишон из задницы, вздохнуть полной грудью, расслабить плечи, расслабить руки, просто расслабиться и позволить себе жить так, как вы хотите, смеяться с той громкостью, с которой вы хотите, жестикулировать так, как вам того хочется. И если ваше сердце рвется из груди наружу, не скрывать этого. Так, как делаю я. И я уверена, вам понравится. Я думаю, что большинство людей, к сожалению, не склонны к такому проживанию. Мне оно очень нравится. Я рекомендую, потому что я это попробовала сама. Быть открытой и быть эмоциональной. Если вам это не подходит, тоже окей. Но я бы призывала вас не осуждать ни меня, ни других людей, хотя, повторюсь, это ваше право. Комментарии про жесты обещаю вам. Никогда не буду удалять, но и жестикулировать меньше я тоже не намерена. Мне так комфортно. Это, считайте, моя вторая, возможно, итальянская натура. Теперь про ложку дегтя. Я расскажу про единственный комментарий, который меня царапнул. Про, боже, как меня занесло на канале этого уральского быдла. Это, правда, меня царапнуло. В общем, на Урале и конкретно в Екатеринбурге очень-очень много классных, интересных, интеллигентных, умных людей, не таких, как я. Сто кратно лучших. И поэтому вот это само сочетание, когда рядом стоит уральское и быдло, меня очень сильно обидело. Я родилась здесь и очень люблю этот город. Я очень горжусь тем, что я живу именно в Екатеринбурге и делаю интересный продукт вместе с моей командой, который смотрят люди по всему миру на самом деле. И в комментариях в этом можете увидеться. Люди часто пишут, откуда они. У меня совершенно нет никакого комплекса провинциалки. Это объясняется очень просто. Я из семьи военных. Я жила по всей стране. Я жила в Германии. Москву вашу и мной, дорогую и любимую столицу нашей Родины, я прошла еще в детстве, когда у меня папа учился в Академии имени Юрия Алексеевича Гагарина. Поэтому я прекрасно знаю, что такое столица, что такое город-миллионник. И помню, каким был парк Горького много-много лет назад. И знаю, какой он сейчас. И знаете, недавно была в Москве в командировке. И меня там ребята спрашивали, ну как, как? Один из самых часто задаваемых вопросов в мой адрес от коллег, прежде всего. Почему ты не уезжаешь в Москву? Я сейчас, быть может, открою кому-то Америку. Блин, друзья, не все люди хотят ехать в Москву. Представьте себе. Вообще, если уж откровенно говорить, и сегодня одна из функций этого блога знакомство с новыми моими подписчиками, я, по-моему, уже где-то делилась этим, меня очень занимает идея децентрализации страны. Мне кажется, катастрофически сейчас существует перекос, прежде всего экономический. В культурном плане тоже да, но все равно есть очень сильные города, и Екатеринбург именно такой город, где много интересных культурных событий. Но идея децентрализации страны меня сильно занимает, повторюсь. Мне очень нравится делать то, что мы делаем именно в Екатеринбурге, продюсировать наше интервью, договариваться с людьми и звездами любого масштаба именно из Екатеринбурга. Я бы очень хотела показать личным примером, что можно жить где угодно и делать что угодно. Быть кем угодно, заниматься любимым делом, быть в нем успешным и транслировать свои идеи огромному количеству людей. Мне интересно жить здесь. Представьте, и такое тоже бывает. Возможно, это расширит чьи-то горизонты и представления о действительности. А, кстати, еще один вопрос. Оставила его напоследок, потому что он достаточно простой. У меня родилась такая идея на каникулах. Хотите ли вы увидеть линейку интервью с предпринимателями на канале «Не принято обсуждать»? Несмотря на то, что речь пойдет о бизнес-процессах, о деньгах, интервью все равно будут эмоциональными, чувственными. Все равно мы будем говорить о личностном факторе, руководителя, владельца бизнеса. Вы знаете, без этого я не обойдусь. Но, тем не менее, это будет все-таки некая новая грань для канала. Два вопроса. Банить или не банить, вы помните. И второй вопрос. Хотите ли вы видеть на канале «Не принято обсуждать» бизнес-интервью. Мои хорошие, я вас балую, как всегда, от наших партнеров «Мега Екатеринбург». Есть у меня сертификат на 5000 в Икею. И любой человек, который оставит комментарий под этим видео, может выиграть этот сертификат. Розыгрыш будет ровно через неделю. Дерзайте, и я жду ваших самых откровенных, честных мнений по тем вопросам, которые я озвучила выше. Спасибо, что были со мной так долго. Люблю, целую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии, любые. Во всяком случае, до тех пор, пока мы с моими подписчиками не приняли централизованного решения, что делать с откровенным обзывательством и хамством. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова